Хлеб всему голова. Народ веками складывал о нем поговорки. Поэты воспевали в своих лирических произведениях, а художники изображали его на своих полотнах. Особенно трогателен до слез в живописи, поэзии и прозе был образ блокадного хлеба. Иногда цена этого маленького кусочка равнялась цене даже ни одной человеческой жизни. Блокада Ленинграда – один из тяжелейших периодов, который когда-либо пришлось пережить городу. 900 дней и ночей. Главная цель была выжить. 8 сентября 1941 года Ленинград оказался в кольце. Вот она, блокада Ленинграда. Массированные атаки продолжались каждый день. Бомбили и за какой-то промежуток времени гитлеровские войска сбросили на Ленинград. Посмотрите, полторы тысячи бомб разбомбили бабаевские склады продовольствия. И начался голод. И только блокадный хлеб помог людям выжить в те годы. Ребята отряда «Патриот» школа номер 19 узнали, как он готовился, что было в составе. Над разработкой рецептуры в осажденном городе трудился коллектив Центральной лаборатории Ленинградского треста «Хлевопечение». Его сотрудники работали непрерывно, несмотря на бомбежки, обстрелы, нехватку воды и электричества. Рецепт блокадного хлеба менялся практически ежедневно. Все зависело от того, какое сырье имелось на складе. 125 граммов хлеба. Вот этот кусочек хлеба, да еще за ним нужно было отстоять очередь весь день. В нашем городе даже побывала советская актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина. Она родилась в Ленинграде в 1939 году. После блокады маленькую Ларису с мамой вывезли в Кемеровскую область в Ленинск-Кузнецкий. Ребята узнали об этом из интервью. Юные патриоты посмотрели отрывки из документальных фильмов и хроники военного времени. Мы своим клубом, и вот нынешнее поколение должно знать, что 27 миллионов заплачено жизни для того, чтобы мы сегодня жили и работали в городе Ленинске-Кузнецком. И, конечно же, каждый патриот, каждый подросток, который ходит ко мне в клуб, я считаю, должен знать свою историю, историю своего народа, историю своего государства и передавать все эти ценные качества, все вот это вот ценные будущим своим детям, внукам, правнукам. Я узнала много интересного про блокаду Ленинграда и даже то, что не знала, хотя раньше я ходила на подобные мероприятия. Мы пришли в Кривический музей для того, чтобы посетить экскурсию насчет блокады Ленинграда. Люди там выживали в, по-моему, адовых, так скажем, не ситуациях, а условиях. По 125 грамм хлеба, ну это вообще. За годы блокады Ленинграда погибло, по разным данным, от 600 тысяч до полутора миллионов человек. Причем только 3% из них погибли от обстрелов. 97% жителей города умерли от голода. Анна Кириллова, Павел Желтиков, Ленинск ТВ.